Всем привет дорогие друзья автомобилисты, сложная тема касательно масел Николай задает мне вопрос, давайте разбираться, интересно Здравствуйте Алексей, вы часто говорите перейти на другой бренд масла Но, например, для меня это темный лес, лил тойотовские масла, но последний раз, наверное, подделку взял За 6000 километров литр съела У меня Toyota Corolla E150, 1.6 двигатель, масло 5W30, это понятно Но вот говорят, что нужно подбирать по допускам Вот такой мне допуск, и где смотреть, это фиг его знает Советовали кранойл, какой-то не знаю, что это такое кранойл Но в разных магазинах разное масло предлагали, так и не взял В интернете нужных калькуляторов по подбору не нашел Если можно, эту тему осветить, спасибо Друзья мои, да, действительно сложный момент И я вам скажу так, конечно же, не всегда надо слушать именно продавцов масел Потому что продавцы масел, как правило, это всего лишь продавцы Это маркетологи, которые, ну, очень часто бывает не владеют вопросом И когда приходишь к ним, они тебе спрашивают Какой у тебя, допустим, там двигатель или какой автомобиль Ты говоришь, ну, к примеру, я пришел, вот недавно приходил Подбирал масло Ford Kuga Они меня спрашивают, какой автомобиль Я говорю, Ford Kuga А, вам подойдет вот это Я говорю, не подойдет А почему? А потому Сейчас я вам объясню, почему Друзья мои, если кто-то из ваших близких, родных или друзей Оказался в сложной ситуации за границей Допустим, вы в Украине, а не в России Или вы в России, а не в Украине Они нуждаются в вашей материальной помощи У вас есть возможность и желание помочь Но вы не знаете, как это сделать Банки сейчас не предоставляют, как известно, эти услуги То у меня есть уникальная возможность помочь вам в этом Обращайтесь на эту электронную почту Я вам расскажу наши условия Итак, друзья, на что нужно обратить Самое главное при подборе масла Выбор масла Самое первое Первое это то, что вот это, вы знаете 5V30, 5V40, 10V30, 10V40, 15V30, 15V40 Первое это, где вы эксплуатируете свой автомобиль То есть климатическая зона Чем холоднее, тем меньше первая цифра Первое, запомните Чем холоднее, тем меньше первая цифра То есть на севере это должно быть 0 Где-нибудь ближе это 5 Но можно и 0 Где-нибудь еще ближе, так сказать, к экватору То можно уже и, как говорится, 10 Но 10 это уже не синтетики Это, как правило, идут уже так называемые полусинтетики Это те же самые минеральные масла Как правило, сейчас почему-то даже гидрокрекинг называют тоже синтетикой Ну так общепринято уже, что это тоже синтетика Но она идет вот где-то вот 5 5 это вот, допустим, нулевки гидрокрекинга Я, честно сказать, даже не слышал Ну там еще много нюансов Если я сейчас начну рассказывать про все эти нюансы ПАО, Эстеры, Нафталины Это вы вообще тогда уйдете очень глубоко-глубоко И вообще ничего не разберетесь Значит вы ориентируетесь по первому индексу Второй индекс это то, что у вас рекомендовано производителям вашего автомобиля То есть вот вам положено под двигатель ваш 30-ка Вот используйте 30-ку 20-ка, 20-ку 40-ка, 40-ку Можно ли залить 40-ку там, где рекомендована 30-ка? Можно, можно, допустимо Можно ли 50-ку? Ну нельзя, ну нельзя Ну некоторые могут залить Я не знаю, что произойдет с двигателем Но эксперименты такие произвести не нужно Не просто так Ваш производитель ставит такое масло, которое вам рекомендует, так сказать Чтобы вы заливали двигатель своего автомобиля То есть если вам положена 30-ка Заливайте 30-ку Появился сильный расход Тогда можете пересходить на 40-ку Первая цифра это климатическая зона Еще раз Теперь дальше Можно ли нулевку заливать на юге? Можно Нулевка это дорогое масло Высокого качества Которое можно заливать как на юге, так и на глубоком севере То есть первая цифра 0 5 это среднее и юг 10 это уже юг и юг Потому что зимой вы на десятке можете При сильных морозах, там минус 20 можете Просто не запустить двигатель Оно слишком вязкое становится Некоторые посезонно меняют масло Если вы посезонно меняете масло То вы можете летом ездить допустим на пятерке Или там на десятке 10В допустим 30 А зимой можете заливать себе 5В30 Некоторые делают так Я заливаю всесезонно Мне хватает одной замены больше чем на год Иногда на год может быть больше чем В общем я где-то в среднем за год проезжаю 10 тысяч километров Поэтому я заливаю 5В30 Мне положено 30-ка масла То есть вторая цифра 30 Я заливаю 5В30 Это с этим мы разобрались Теперь вы поняли Следующее Допуски Какой у вас автомобиль? Японский? Не японский? И там немецкий? Некоторые акцентируют на это внимание Да, есть там у Мерседеса определенные допуски Желательно конечно же этим допускам И там для Мерседеса, для Фольксвагена То есть на эти допуски смотреть Но это, так сказать, не самое важное Самое важное, друзья мои Вот у вас турбированный двигатель или нетурбированный? Какое вам масло можно заливать? Можно заливать масло, если у вас турбированный То для турбированных двигателей Посмотрите описание, там должно быть написано Что это масло для турбированных двигателей Подходит Дизельные, бензиновые, смотрите на это Это важно То есть, если у вас турбины нету Вам, в принципе, беспокоиться не о чем Можно не для турбированных двигателей Следующее Катализатор и сажевый фильтр На дизелях Есть масла под сажевый фильтр Есть масла, которые не подходят под сажевый фильтр Узнайте, есть ли в вашем автомобиле сажевый фильтр Если это дизель у вас Если у вас есть сажевый фильтр То необходимо масло покупать Именно, чтобы оно подходило под сажевый фильтр То есть, вот, к примеру Мой автомобиль Дизельный С турбиной, но без сажевого фильтра Мне подойдет масло для турбированных двигателей Без сажевого фильтра Я могу и сажевый, под сажевый даже взять масло Оно подойдет сюда Сюда подойдет и поддерживающий сажевый фильтр И не поддерживающий Потому что здесь его нет То есть, подойдет и то, и другое масло Я могу заливать сюда, какое хочу Но, как правило, под сажевый фильтр Оно чуть дороже Если у вас стоит сажевый фильтр То вам необходимо масло только под сажевый фильтр Потому что, если вы будете заливать масло Не под сажевый фильтр То ваш сажевый фильтр может Быстро накрыться Износиться Поняли? Катализатор То же и самое Есть катализатор? Нет? Ну, как правило, сейчас 99% машин Они имеют катализатор Я имею ввиду и из иномарок Да, и из современных автомобилей Я не буду говорить про старые Вазы Какие-нибудь там тазы И всякое такое Там, где прямая труба идет Там ничего нету Один глушитель хорошо Где тот поставили Там другая ситуация Но если катализатор стоит Ну, к современной масла Как правило, все подходят под катализатор Ну, это важно тоже Дальше, друзья мои Если у вас гидрокомпенсаторы В двигателе Это вот самые главные позиции Можете даже записать Вот так выписать себе и все Если есть гидрокомпенсаторы То заливайте себе масло Более жидкое Допустим, первая цифра Чтобы была как можно меньше 5-0 Вот это масло для гидрокомпенсаторов Когда холодный запуск двигателя Жидкое масло Быстрее проникает В гидрокомпенсаторы А также гидронатяжители Цепи Если у вас цепь установлена И они Хорошо вымываются И работают Не тарахтят По утру особенно Когда вы Холодный пус делаете Если вы заливаете масло Более густое С первой цифрой Допустим 10 Или еще Не дай бог 15 То в результате Вы получаете Утреннее цикотение Этих гидрокомпенсаторов Часто бывает такое Что вы купили Десятку К примеру А фактически У вас масло Залит Ну подделку взяли А там какая-то Пятнашка Вы получите Ту же эффект То есть утром Запускаете А он Начали Цикотят А потом Раз Прогрелось Масло Жидкое стало И оно Раз через канал И туда Заходит везде И они Перестали цикотить Вот чтобы этого Не было Вы Заливаете себе Сразу Жидкое масло Жидкое Оно Я его называю Термостабильное То есть оно Оно жидкое В холодном виде Но когда оно Нагреется Оно не будет Жидким как вода Оно будет Таким же Как если допустим Нагреется Другое К примеру Там 15В30 К примеру Ну если такое есть Или 15В40 Взять допустим В сравнении 15В40 И 0В40 Вот условно Возьмем так Вот они Когда нагреются Будут повязкости Практически Идентичные А вот В холоде 0В40 Будет жидкое А 15В40 Загустеет так Что Как солидол Друга говоря Ну чтобы вы ориентировались Так рассказал Вот это самые Главные Позиции На что необходимо Обращать внимание Друзья мои Это касательно Выбора масла Все остальное Настолько Посредственное Там Вот эти спецификации Если вы будете В них сильно Разбираться То я вам скажу Вы либо профессором В этом станете Либо так забудетесь Очень сильно Что вы потом Вообще Понять ничего Не сможете Какое масло Заливаю Сейчас я Конечно Друзья мои Сейчас многие Скажут Что это реклама Давайте я скажу Вначале Какое масло Заливал До этого Каким я маслом Пользовался Я заливал До этого Раньше Ликвимоли Любимое Мое масло Вообще Мне нравилось ТТ 4600 Но они Совсем Одурели С ценой Просто Сейчас Мало того Что нарваться На подделку Очень легко Чем дороже Масло Тем больше Подделки Это естественно А второе Его просто Ну оригинального Где его взять Я не знаю Следующее масло Которое мне нравилось Это Матюль Заливал себе Матюль 8100 5В30 Так же Но я просто Уже не помню Как там Разновидностей Много У меня банка Валяется С него Но сам факт Да Оно мне нравилось Оно Очень хорошо Зарекомендовало Все отлично Но опять Все Опять То же самое Раньше У нас был Официальный Представитель Я брал У него Потом Я перешел На Мобил 1 Мобил 1 X1 5В30 Масло Превосходного Качества Мне оно Очень нравилось Я брал В розетке Тогда Когда была Возможность Сейчас У нас Возможности К сожалению Такой Нету А там Было Оригинальное Масло Потому что В розетку Был официальный Представитель Именно поставщик Масла Там подделки Не было По крайней мере Сколько я брал Подделки Я там Не видел Именно По Мобил 1 Я рекомендовал Если кому-то Кто-то с Украины У них есть возможность Брать масло Берите В розетке Именно по Мобил 1 Вообще Вопросов нет Я на нем ездил Но пришла пора Менять масло А доступа У меня уже К этим маслам Нет И вот я начал Метаться Искать Красивые банки Турецкий Матюль Турецкий Мобил Или турецкий Еще что-то Я очень не хочу Потому что Ну во-первых У меня нет возможности Проверять эксперименты Проводить на своем автомобиле Тоже не сильно хочется И я понимаю Что это разлив идет Но разлив Ну не знаю Не знаю Пока Отзывы Не получу хорошие Пока я не буду Его покупать А что залить Решил Использовать Лукойл Да друзья мои У нас здесь продают Лукойл Генезис Я покупаю Лукойл Генезис Которая подходит Генезисов Там большая линейка Широкая линейка Они кстати уже Очень много в интернете Ну Они сделали много Тестов Проверок За нормальность Я показал А масло Были на хороших присадках В общем то Нареканий особых нет На эти масла Я вам скажу так На угар Я удивился Что у меня было То что залито перед этим Мобил 1 у меня Угорал сильнее Да Друзья мои Не удивляйтесь Вот это меньше Угорает В общем то По запуску По работе Я никаких там Странностей Или чего-то там Непонятного Или нехорошего Не наблюдаю То есть я вот Ну уже на этом автомобиле Катаюсь на Генезис Сейчас на Форда Взял Генезис опять же Именно с допусками Под Форд Там прямо и написано было Да И по всем параметрам Как я вам Только что объяснил Я также Именно подобрал Масло туда Потому что Вот сейчас Надо будет менять Тоже на Форде Масло Залью тоже Лукойл Да Пока Пока Если когда-то Появится здесь масло Что у меня будет Возможность Гарантии Покупать масло Оригинальное А не неизвестно Что с красивой Этикеткой И Как вы понимаете Неизвестным содержимым Ну такие риски Я допустим Не могу Себе позволить К сожалению Или к счастью Вот А вот насчет того Что к нам сюда поставок нет Ну да Ну по крайней мере пока Надеюсь что все-таки Что-то наладится Так что друзья мои Вот да Сейчас пока Пока на Лукойле Не знаю Хорошо это или плохо Не знаю Как этот видеоролик Для вас будет полезен Или нет Ну в общем-то Не забывайте подписаться А также на мои Оба Дзен канала Вот QR-коды Подпишитесь На случай непредвиденных ситуаций Друзья мои Обязательно Задавайте вопросы В комментариях И буду с удовольствием На них дальше отвечать Будьте здоровы Мирного неба над головой Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok